Начато расследование по статье 109, в которой речь идет об убийстве несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах. Соответственно, все действия, предпринятые следствием в этот период, служат именно этой цели – установлению лица, совершившего указанное действие, и обстоятельств, как непосредственно совершено преступление. На данном этапе, после того, как к указанному уголовному делу подключились Райтс Джорджия, мы обратились к следствию с рядом ходатайств, а также ходатайствовали о назначении комплексной экспертизы. Так как после ознакомления с материалами дела нам стало известно, что некоторые вопросы, которые могут содержать очень важную информацию, следствием не задавались. Обращение уже отправлено в Национальное бюро экспертиз Ливана Сабхарауле. Место совершения преступления очень проблемное, и одно из сомнений заключается в том, что в случае подтверждения факта совершения преступления по статье 109, виновным является лицо, хорошо знающее эту местность, потому что непосредственно на месте преступления, где было обнаружено тело 12-летнего подростка, нет камер наблюдения, и это место не освещено. Это не место, где постоянно многолюдно или есть какие-либо признаки, затрудняющие совершение преступления. Однако это территория, примыкающая к стадиону, а потому она освещена, и на прилегающей территории расположены камеры наблюдения. Указаны записи изъяты следствием, где зафиксировано, что 12-летний подросток был в очень хорошем настроении, некоторое время проводит в детском сквере, веселится. Рядом находится соседка, которая также была оброшена следствием. Потом девочка продолжает идти домой в абсолютно спокойном состоянии, идет в определенном направлении. Однако на месте, где произошло происшествие, нет камер и не освещена территория, что еще больше затрудняет установление личности виновника. По указанному телу назначено несколько видов экспертиз, в том числе химическая, медицинская и так далее. Мы получили ответ первой медицинской экспертизы, в которой есть общие сведения о телесных повреждениях 12-летнего подростка. Также у нас есть информация, что у нее множественные повреждения всех органов тела, хотя все эти повреждения поверхностны, то есть никаких повреждений не было нанесено холодным или любым другим огнестрелем оружия. Для нас эта информация была очень общей, поэтому мы задали дополнительные вопросы, ответы на которые будут получены непосредственно в результате комплексного обследования.